В департаменте транспорта Самары сообщает, что в связи с техническим перевооружением теплотрассы по улице Ташкентской вводятся ограничения движения. С 12 часов ночи 26 апреля до 12 ночи 30 июля будет ограничено движение транспорта по улице Ташкентской на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Старозагора. Автобусы маршрута в 21, 41, 89, 297, 59 будут следовать по скорректированной схеме. Что общего между картой жителей Самарской области и Самарским академическим театром оперы и балета, рассказывают в телеграм-канале Ленинского района. При покупке билетов в кассе театра картой жителей Самарской области предоставляется скидка в 10%. Подробнее об условиях скидки на портале карты жителей Самарской области. Там же можно ознакомиться с полным списком партнеров в разделе скидки и акции. Хорошая новость для любителей прогуляться в Ботаническом саду. Руководитель пресс-службы администрации Самары Елена Рыжкова сообщает, что сад открылся для посещений после зимы. Кроме того, сменился режим работы. Теперь Ботанический сад будет работать с 10 утра до 8 вечера в будние дни, а в выходные с 10 утра до 5 вечера. В среду санитарный день. В саду станут возможны экскурсии для групп до 10 человек. Департамент культуры и молодежной политики сообщает, что «Веснушка-22» подошла к концу. Призовые места распределились следующим образом. Первое место у Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Второе место у Самарского энергетического колледжа и у Самарского колледжа железнодорожного транспорта. Третье место у факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета. Гран-при получил Поволжский государственный колледж за лучший концерт. Субтитры создавал DimaTorzok